всем привет это я рекасти и этот сюжет будет о том как искать качать и находить музыку вот то в этом сюжете меня опять таки попросили в комментариях к одному из видео вот я решил снять рассказать о том алгоритме который обычно использую я когда качаю музыку вот я пользуюсь двумя источниками основными это трекер рутрекер всем известные надеюсь потом рутрекер орг и контакт да я качаю музыку из контакта я сейчас покажу алгоритм как это делается в принципе в контакте я должен вам сказать очень 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 много музыки вот единственная проблема в том что она часто плохого качества и вот в этом сюжете расскажу о том как это все-таки качество проверять вот потому что как в контакте есть их музыка хорошего качества то есть там принципе пора по наравне и плохого и хорошего качества поэтому вперед сначала поговорим вообще о том как ее качать ну допустим я хочу насобирать музыки в каком-то определенном направлении в определенном звучании да но у меня этой музыки мало один два трека что мне делать ну первую очередь здесь приходит на помощь сайт под названием под названием под названием под названием last fm вот ну например вот давайте например мне понравился трек вот такой заводной трек мне понравился я хочу найти много музыки такого же плана вот здесь как раз last fm и очень не пригождается я просто беру копируем название артиста нахожу его на вот нашелся артист вот тут все его песни кроме вот допустим let the beat kick которая только что звучала get up on your feet есть the crew rocksteady вот и я в общем нашел нашел другие его композиции тут даже выставлен рейтинг то есть я могу найти самую значимую композицию но в чем еще прикол власть это там в том что тут есть такая штука как похожие исполнители я если я кликну на этой ссылке то он не будет выдают схожих по стилистике исполнителей это очень прикольно вот именно вот это и фу это функция помогает расширить музыкальную базу то есть ты кроме того что вот этого артиста который тебе как-то случайно фонотеку попал вот еще можно ходить артистов которые с ним похожи по стилистике или звучат точно так же вот ну вот давайте попробуем вот а скилз и найти его трек допустим strawberry jam forever поехали это я ну и как вы там а скилз да а скилз как вы видите то есть тут уже идет такая разношерстность то есть все треки какой-то разной длины но можно найти определенную закономерность что приблизительно вот больше всего трека в 344 до длительностью 344 вот мы можем послушать по крайней мере не качая послушать что это за трек на лица нам он или нет ну такой себе трек какой-то в общем на вкусе цвет но что же делать так то мы послушали да он нам допустим понравился как же его оттуда качнуть с контакта ну можно в гугле просто вбить как скачать музыку с контакта есть специальное приложение вот я закрываю браузер и специальное предложение называется по моему века сейвера или как-то как-то в этом роде вот оно века сейвер я его запускаю вот она мне тут подгрузилась и перезапускаю браузер ну опять-таки повторяем ура вот поставок я запустил это приложение увидеть у меня под кнопочкой проигрывания появилась дополнительная кнопочка с что значит скачать вот я это скачиваю но открывается опять всякая фигня в квадратиках такая рекламного характера голыми булками вот ну на это не отвлекаемся у нас есть то что мы искали музыка специально создадим какую-то папочку закачался ну сразу вот без каких-либо дополнительных программ как можно оценить качество этого трека залазим свойства и смотрим подробно длина трека 3 минуты 44 секунды пишет что скорость потока 320 кбит это очень хорошо это так так в таком качестве музыку можно свободно играть ну здесь такое понятие как об конверт поэтому и как неважно короче не все что написано 320 на самом деле 320 второй вариант на на что можно ориентироваться это на объем или вес файла если вес файлов два раза превышает его длительность ну то есть 344 его длительность умножаем на 2 получаем около около шести с половиной около семи с половиной он должен весить то есть приблизительно файл трек звучит три минуты значит весить он должен больше 6 мегабайт это говорит о том что его битрейн близок 300 к 320 но чтобы точно себя обезопасить все говорит о том что файл хорошем качестве но есть еще одна такая программулина которая очень хорошо помогает проверять качество конечно лучше всего качество проверять ушами но можно и глазами с помощью этой программы называется она фубар она бесплатная можно скачать с нет а в чем моя фишка в том что здесь можно посмотреть спектр спектр грамм в этой программе можно посмотреть спектр грамму файле хорошего качества вот эти все штуки они должны доходить до до упора до самого конца вот то есть не должно быть никаких таких четких обрезов вот ну посмотрим ну вот вы видите здесь все доходит до конца ничего тут ему не обрезает вот в принципе с большой вероятностью можно сказать что файл хорошем качестве его можно играть то есть в ответ всем этим скептикам которые говорят что вконтакте музыку качать это ай-яй-яй какашка ну можно можно качать вот конечно можно попасть на какой-то шлак там когда 128 и это даже не доходит до середины сантиметр не доходит вот этот вот спектр вот эта дымка естественно точно не знаю что это все обозначает и как им пользоваться там есть более углубленные какие-то показатели кого-то есть цветные спектрограммы но я пользуюсь этой не цветной монохромная я знаю просто одно что если вот эта дымка доходит до самого верхнего края значит все cool если видно что вот четко где-то срезано значит качество не очень хорошее вот ну давайте я на файле плохого качества покажу как оно как это выглядит вот у меня есть файл 128 ну вот вы видите что здесь четко как под винеечку срезана вот верхний вот это вот эта часть спектрограмма четко 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 срезаны здесь они доходят до конца вот вам показатель то есть вы скачали файл с контакта и там написано 320 и весит он много но вот такая вот хрень обрезана значит скорее всего это просто взяли 128 битрейт переконвертировали в 320 и размер увеличился а качество не прибавилось поэтому вот вот это вот спектрограмма дает нам четкое понятие о том как как не прогадать не попасть не попасть в просак по качеству вот в принципе в контакте очень много музыки и очень много музыки из битпорта и довольно свежей то есть в принципе зазор по по времени составляет три недели то есть если трек только вышел на битпорте то где-то через три недели он попадает в контакт вот да очень удивительная штука вот опять таки чем менее знаменит автор тем чем меньше вероятности что он будет но опять таки повторюсь контакте очень много музыки такой которой вообще редкой редкой которая вообще там я находил таких авторов которые вообще мало кто знает и там на ласта фэммио этих авторов слушателей сгульки нос а в контакте эта музыка была поэтому контакт пока это все это лавочку не прикрыли нужно его юзать нужно качать музыку но сами понимаете что это все наносит удар по самим автором композитором вообще в идеале музыку нужно покупать но опять таки все это вопросы уже другие я просто показал технические моменты как можно довольно хорошо и быстро нарабатывать себе музыкальную базу и качественную музыкальную базу вот опять таки с помощью ласта фэма вы можете находить любых расширять свою музыкальную базу начиная допустим от одного какого-то автора это очень 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 прикольно я так расширил свою базу по нью диско инди-дэнс вот и по этому направлению мне как-то очень понравился у меня было всего там пару треков и я пользуюсь ласта фэмом вот этим как раз показателем что ну похожие исполнители ссылкой на похожие исполнители я нашел себе ну практически такую хорошую хорошую фонотеку по инди-дэнс нью диска ну еще пару слов скажу что допустим на рут реки и очень хорошо искать известных композитор известных каких-то исполнителей там они появляются довольно быстро и в хорошем качестве и на рут реки ряда за этим очень хорошо следят вот как пользоваться трекером если кто не знает то тут на главной страничке очень 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 все хорошо описано то есть как что и что с чем едятся и естся и как это качается и какую программу нужно закачать чтобы пользоваться то есть все просто тут пользуйтесь и гуглом губите вот я уже технические моменты пользования торрентами объяснять не буду вот а именно этот алгоритм с использованием last fm с использованием контакта с использованием фубара вот и спектрограммы очень даже запросто вот еще раз скажу фубар это абсолютно бесплатная программа ее она элементарно гуглится находится качается без всяких проблем также с помощью этой программы удобно конвертить вабы в вабы и эпловские форматы и музыки как конвертить в мп-тряшки спасибо за внимание с вами был река стей если какие то есть вопросы по этому сюжету то обязательно пишите их отзывов спасибо за внимание и до новых встреч